Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на завтра, 5 июня. Ну что, приступаем? Итак, я тасую карты. Мы будем утаскивать с вами по одной карте для каждого из нас. Первая карта для наших дорогих овнов. Итак, что ждет наших дорогих овнов завтра, 5 июня? 1. Lystikiaren, разв villagers. 2. Lystikiaren. Здесь, может быть, нужно сделать какой-то выбор. Может быть, здесь нужен план. Может быть, вы уже переросли в что-то. Может быть, вы хотите чего-то большего. Кто-то, может быть, захочет переехать. Кто-то, может, захочет приобрести второе образование. Может быть, вы захотите учиться, обучаться каким-то навыкам. Может быть, что-то будет связано с иностранным здесь, да? Может быть, вы планируете какие-то переговоры, может быть, у вас будут какие-то клиенты, может быть, вы хотите переехать, может быть, у вас планы с переездом, с эмиграцией могут быть по этой карте. Но здесь, знаете, как будто что-то вас отталкивает или что-то вас держит, да? Может быть, на данный момент будто вы не готовы, но вы хотите, вы хотите большего, вы хотите лучшего для себя здесь, да? Совет по этой карте будет нужен четкий план. Составьте четкий план, что вы хотите, и начинайте действовать, начинайте развивать ваш план. Итак, тельцы. У тельцов у нас семерочка, семерочка мечей. Семерка мечей, знаете, как будто будете убегать, убегать либо от кого-то, либо от чего-то, может быть, даже от какой-то ситуации. Может быть, вы будете находиться в какой-то ситуации, где вам будет некомфортно, где вы захотите убежать, уйти, выйти, да? Может быть, кто-то будет убегать втихаря, за спиной. Это еще ночная карта, это может быть поздно вечером, ночью, да? Здесь еще могут быть какие-то конфликтные, какая-то конфликтная ситуация, может быть, с кем-то. Здесь может быть даже, знаете, кто-то за спиной, может быть, ворует что-то у вас. Это может быть даже ваши идеи, ваш проект какой-то. Или на самом деле что-то может украсть, поэтому здесь нужно быть внимательным, особенно если вы ходите по дороге где-то, да, не оставляйте свой телефон без присмотра или свою сумочку. Да, внимательно будьте в этот день, чтобы не было каких-то таких, знаете, инцидентов, где могут что-то у вас просто украсть, вот. И здесь еще, может быть, знаете, кто-то, может быть, играет нечестную игру с вами, да? Может быть, недостаточно честен с вами, может быть, язвит или не говорит искренне, не разговаривает искренне или не с искренними намерениями к вам расположен этот человек. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. И здесь совет по этой карте, если у вас есть какие-то идеи, если вы хотите реализовать какой-то план, план действия, пожалуйста, не говорите свои идеи и свой план никому из окружающих до тех пор, пока вы его не реализуете. Потому что могут присвоить ваши идеи, могут присвоить ваш какой-то проект, может быть, даже помешают, да? Поэтому лучше не говорите и не делитесь, держите это про себе. И так, близнецы. У близнецов у нас паш, паш-чаш. Паш-чаш здесь может быть связан с творчеством. Может быть, вы захотите обучаться каким-то навыкам. Может быть, будет что-то творческое в этот день, да? Может быть, будете заниматься детьми. Может быть, будете присматривать за детьми или за кем-то. Может быть, будете очень чувствовать себя эмоционально в этот день. Может быть, узнаете, знаете, услышите о беременности. Может быть, кто-то в семье забеременел или из-за знакомых забеременел. Может быть, пополнение в семье тоже может быть по пашам-чаш. Также здесь, может быть, вы услышите какую-то новость, и это вызовет какие-то эмоции по этой карте. Так, рак. У раков у нас семерка жезлов. Семерка жезлов здесь, может быть, нужно будет защищаться, отбиваться, отстаивать какие-то свои права, да, идеи свои. Может быть, знаете, где вы будете что-то раздвигать, разгонять. Может быть, что-то будет не нравиться, и вы будете утерто, знаете, уперто. Кого-то отталкивать даже, да. Настаиваться на своем, идти вперед. Но здесь, даже если будут какие-то ситуации, где какие-то сложности могут возникнуть, вы здесь сможете отстоять, да, вы сможете отстоять на своем. Вы будете стоять на своем, вы отстоите свои идеи какие-то или свой план действия, может быть, или еще что-то. на потому что здесь вы сильны вы здесь сможете это еще карта знаете карта риска и также здесь вы храбец да вы храбры вы сможете вы здесь нету страха вы не боитесь вы будете действовать вы будете идти вперед по этой карте несмотря ни на какие препятствия у вас ничто не удержит еще хотела добавить для раков здесь здесь еще может быть вы будете доказывать кому-то что-то да это может быть даже на работе где вы будете что-то доказывать кому-то или в личной жизни может быть вы будете спорить и будете доказывать свое и стоять на своем и так лев у львов у нас шестерка шестерка пентакли шестерка пентакли здесь знаете где вы будете кому-то давать деньги или вам будут давать какую-то сумму денег да здесь как будто идет обмен здесь может быть вы будете предоставлять какие-то услуги и вам займы взамен будут платить оплачивать какую-то денежку да если вы ждете деньги то деньги придут здесь может быть вы будете делать какие-то траты на своих детей может быть будете делать какие-то покупки может быть будете помогать кому-то финансово кто зависит от вас финансово здесь может быть немножечко так для кого-то здесь еще эта карта может быть алиментов если вы ждете получите ли вы какую-то сумму денежек от вашего бывшего заплатит ли он, или оплатит он что-то вашему ребенку, то да. Или если вы ждете от кого-то какие-то денежки, то денежки придут. Итак, Дева. У Дева у нас паж жезлов. Паж жезлов, какие-то новые начинания. Может быть, получите какую-то новую. Здесь, может быть, загоритесь какой-то новой идеей. Может быть, появятся какие-то новые возможности. Может быть, захотите открыть что-то новое. Начать свое дело, например. Или, может быть, будете заниматься вашим ребенком, связанным с обучением. Может быть, вы пойдете изучать какие-то навыки. Может быть, в этот день будете присматривать за кем-то по этой карте. Или захотите, на самом деле, начать обучение. Для кого-то может быть, вы только будете планировать начать что-то изучать. а для кого-то вы уже начнете что-то изучать и пойдете учиться. Итак, весы. У весов у нас рыцарь, рыцарь мечей. Рыцарь мечей здесь, знаете, дорога, транспорт, здесь, может быть, движения какие-то, здесь какой-то план, план действия, может быть, что-то обдумали, подумали, составили какой-то план и тут же отправились в путь реализовывать что-то. Здесь, может быть, связано с переездом, может быть, вы переедете, может быть, вы будете заниматься в этот день с вашим транспортом, например, если у вас автомобиль или мотоцикл, может быть, вы будете заниматься им, например, отправите, пройдете технику безопасности вашего автомобиля, может быть, в этот день, может быть, будет очень такой busy день, где вы будете ездить туда-сюда, может быть, вы будете планировать какую-то дорогу, путешествие, может быть, вы отправитесь, может быть, вы в путешествие или в дорогу в этот день, или это полет будет для кого-то, да, или для кого-то это, может быть, переезд, или кто-то приедет к вам, или вы получите какую-то новость по этой карте, Новость, может быть, будет связана с дорогой или за границей, или вообще просто новость от кого-то, если вы ждете какую-то новость от кого-то. Если здесь кто-то приедет погостить к вам быстро, то здесь очень так будет развиваться все очень быстро, да. Быстро приехали, погостили, пообщались, или здесь будете коммуницировать с кем-то, да, что-то какое-то, обсуждать какой-то план действия, может быть, даже здесь. Так, Скорпион. У Скорпионов у нас Паш, Паш Мечей. Паш Мечей будете составлять, планировать какой-то план, да, план действия. Может быть, пойдете обучаться чему-то, каким-то новым навыкам, которые вы не изучали. Может быть, здесь будет какая-то новость, связанная с документами. Может быть, вы будете оформлять какие-то документы по этой карте. Но если это документы, то это будут очень на начинающем уровне. Поэтому здесь нужно будет дальше собирать какие-то документы, развивать какую-то ситуацию, потому что это только будет на начальном этапе. Может быть, как я сказала, вы можете получить какую-то новость, или вы пойдете обучаться каким-то навыкам, получать какой-то сертификат. Может быть, будете заниматься вашим ребенком, ваших детей образования, да, может быть, будете устраивать какую-то школу. Или здесь вы будете обдумывать что-то, составлять какой-то план для каких-то новых начинаний. Итак, стрелец. У стрельцов у нас король, король мечей. Король мечей здесь, может быть, будете давать какой-то мудрый совет. Здесь, даже если кто-то, может быть, захочет с вами договориться в этот день, не сможет, потому что вы здесь не будете эмоциональными. Вы здесь будете четко знать, что вы хотите. Здесь вы даже будете знать точный план, план действия, и вы будете двигаться по этому плану. Поэтому здесь вас никто не сможет переубедить. И здесь, может быть, немножечко как вы захотите что-то отрезать, убрать с вашей жизни. Может быть, если это не вы в роли этого короля, может быть, вы будете обращаться к кому-то за советом. Может быть, вы пойдете к кому-то на прием, например, как к адвокату или как к врачу. Потому что это может быть врачебная карта, карта врача или юриста. Или к какому-то специалисту за каким-то советом. Или такой человек будет вас поддерживать, где будет давать вам какой-то мудрый совет в какой-то ситуации. Или вы будете вносить какую-то ясность в какой-то ситуации. Если что-то не было ясно, непонятно, вы будете вносить ясность в какую-то ситуацию. Итак, козирок. У козирков у нас король, король чаш. Король чаш очень эмоциональная карта. Может быть, будете дарить теплоту, любовь, заботиться о ком-то. Может быть, будете переживать даже за кого-то. Может быть, вы будете переживать за вашего партнера, например, или за близкого человека. Или, может быть, наоборот, где это будет карта, связанная с вашей профессией. Может быть, в этот день вы будете, знаете, работать, где вы будете присматривать за кем-то, дарить, знаете, заботу, ухаживать за кем-то. Или, может быть, вы врач по профессии, да, где у вас будут пациенты. Или вы будете выслушивать кого-то. Может быть, кто-то с вами будет разговаривать на чистоту, по душам. И вы будете слушать этого человека. Или давать какую-то моральную поддержку кому-то. Итак, Водолей. У Водолеев у нас рыцарь. Рыцарь Жезлов. Очень активный день. Может быть, будете ездить. Может быть, загоритесь какой-то новой идеей. Может быть, появится новое желание. И вы тут же отправитесь его реализовывать. Знаете, будет очень такой энергичный день, где вы будете полны энергии. Где вы захотите, знаете, может быть, ездить, познавать что-то. Может быть, получите какую-то новость. Может быть, будете активны в этот день. Может быть, будете постоянно ездить куда-то. Может быть, это будет связано с транспортом также. Потому что рыцарь всегда репрезентирует транспорт у нас. Поэтому здесь, может быть, вы отправитесь в какую-то дорогу. Или будете загоритесь какой-то идеей, связанной с дорогой по этой карте. Или получите какую-то новость. Итак, рыбки. У рыбок у нас девятка. Девятка мечей. Какие-то переживания, разочарования. Головная боль. Может быть, плохое самочувствие. Может быть, на самом деле будет болеть голова. Может быть, будете раскаиваться. Или жалеть о чем-то. О каких-то поступках. Может быть, с кем-то поспорили. Что-то сказали. И потом будете сожалеть этому. Может быть, сделали какой-то поступок. И потом будете жалеть об этом. Или здесь, знаете, когда мысли не дают покоя. Где постоянные какие-то переживания. Где постоянно что-то мешает. Где вы постоянно, знаете, в каком-то негативе. Где вы себя, может быть, настраиваете на негатив. Может быть, вы хотите чего-то. И говорите себе, внушаете себе, что что-то не получится. Или уже нет терпения на что-то. Или здесь, может быть, знаете, какая-то конфликтная ситуация. Потому что это все-таки мечи. Может быть, поспоритесь с кем-то. Резко ответите кому-то. И потом будете жалеть об этом. И говорить, зачем я это сказала или сказала. Или в позитиве это может быть, если вы пойдете куда-то. Может быть, выпьете. На следующий день это будет как после похмелья. Где будет голова просто раскалываться от боли. И вам ничего не захочется. И вы захотите просто провести этот день в постели. Отдохнуть. Потому что будет очень дурно. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Я вам желаю удачи и успехов. Чтобы был прекрасный день для вас завтра. То, что вы хотели, чтобы у вас все получилось. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, я буду очень благодарна вам, если вы подпишетесь. Благодарю вас за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok